В целях обеспечения дополнительной возможности реализации права на личное обращение в органы местного самоуправления в день 20-летия Конституции в соответствии с поручением президента России прием населения состоялся и в районной администрации. 12 декабря в здании администрации Ленинского района проводился прием граждан. С 12 до 20.00 первый заместитель главы администрации Ленинского района Алексей Селезнев отвечал на вопросы населения. Личный прием проводился в порядке живой очереди при предоставлении документа удостоверяющего личность. Сами жители считают подобную практику очень удобной. Зачастую граждане, жители города, видно, не могут попасть на прием к какому-то заместителю или к главе. Такие дни, когда официально можно записаться и попасть, решить какой-то свой вопрос, я думаю, очень хорошо. Почаще бы такие дни устраивали. Обращения граждан касались различных областей жизнедеятельности. Это, естественно, по теме ЖКХ, это по миграции. Причем эта тема в последние годы выходит аж на первое место. Вопросы здравоохранения, предоставления жилья и земельные вопросы. Дороги, да, очень важно. Это благоустройство и состояние дорог, работа транспорта. Многих жителей волнует проблема с предоставлением земельных участков многодетным семьям. В связи с тем, что в районе не хватает площадей земли, руководство Ленинского района обращается через правительство Московской области за помощью в другие районы. Наболевшей темой горожан и посельчан является и ремонт дорог в районе. Решение ее проблематично и частенько затягивается. Это происходит из-за того, что часть дорог находится на балансе Московской области. И администрация Ленинского района, равно как и администрация поселений, не может выделить средства на их ремонтные работы. Давая пояснения по вопросам, Алексей Селезнев либо решал их в рамках своей компетенции, либо при невозможности сделать это сразу, обязался взять на контроль и вести соответствующий учет. Лариса Вольнова, Алексей Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.